Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География просто. Планета Земля, 5-6 класса. Что ж, подведем итоги. Атмосфера играет важнейшую роль в защите нашей планеты от вредных космических лучей и многочисленных мелких метеоритов. Предохраняет поверхность Земли от перегрева и переохлаждения. Основу атмосферного воздуха составляют азот и кислород. Азот входит в состав белков животных, а кислород необходим для дыхания организмов. Атмосферу подразделяют на слои. В нижнем слое, тропосфере, формируется погода и климат нашей планеты. Неравномерный нагрев отдельных частей атмосферы приводит к формированию поясов атмосферного давления и возникновению ветров. Постоянных, пассаты, ветры западного переноса и переменных, муссоны, бризы, феон, бара. В нижних слоях атмосферы при конденсации водяного пара образуются осадки. Как вы считаете, сегодня наша планета находится на пути глобального потепления или нового ледникового периода? Мое личное мнение довольно-таки простое. Планета возвращается к своему какому-то исходному значению. Если посмотреть на то, как одевались, например, жители Древней Греции, Древнего Рима, Древнего Египта, то можно увидеть, что они ходили в очень легкой одежде. Потом посмотрим на то, как одевались жители в средние века, в той же Италии, Греции, в том же Египте. То можно удивиться, насколько более теплой стала одежда. Так что, видимо, тогда в те годы стало намного холоднее. Очевидно, сейчас температура в ночь просто возвращается к своей норме, какая и должна быть. Так, что ж. Какие стихийные явления в атмосфере бывают в вашей местности? Ну, бывают, конечно, сильные бури. Иногда в последнее время стали появляться определенные торнадо. Но они, к счастью, достаточно редки. Как вы можете к ним подготовиться? Ну, к бурям можно подготовиться достаточно просто. Укрепить окна, укрепить там двери, просто сделать их прочными. Вот и все. Чем вы можете подтвердить выражение «автомобиль главный виновник загрязнения атмосферы»? Ну, здесь подтвердить можно только одной фразой. Да, производство автомобилей, конечно же, производит загрязнение атмосферы. Да, двигатели внутреннего сгорания, они тоже производят какое-то количество загрязнения атмосферы. Но автомобиль может быть проблемой для загрязнения атмосферы только при его производстве. Дело в том, что двигатель одного большого контейнеровоза в океане выбрасывает в атмосферу больше всяких загрязнений, чем 100 тысяч автомобилей за раз. А таких, извините, громадных кораблей по океанам шлендрит туда-сюда, едва ли не тысячи различных единиц. То есть, по сути, все корабли загрязняют атмосферу больше, чем все автомобили вместе взятые. Такое вот интересное сочетание. Воспользовавшись информацией из интернета, подготовьте прогноз погоды на ближайшую неделю. Вот уж делать больше нечего. Ну, я могу сказать так. Прогноз погоды, конечно, сейчас осень, и естественно, что температура повышаться не будет. Но будет ли она дождливой, понятия не имею.